Самый настоящий косик. Говорят, торнадо идёт. Съёмка принялится. Я аж затопила. Всё. Ахтунг. Никогда такого не видела. Почему Лиза не любит Майами? Я приведу вас в очень особенное место. Привет, дорогие друзья. Сегодня мы с вами в аэропорту, потому что наше следующее назначение требует перелёта на самолёте. Все дьюти-фри по-прежнему закрыты. Все по-прежнему в масках. Ничего сильно не изменилось спустя месяц моего перелёта в Нью-Йорк. А вот и наш с вами сегодняшний рейс. Как вы можете видеть, летим мы в Майами. Для тех, кто со мной ещё не так близко знакомы, меня зовут Лиза Ки, и я работаю в Америке модель. Модельный рынок в Майами так же богат и развит, как модельный рынок в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. В Майами так же дважды в год проходит неделя моды купальников. Где ей ещё проходить? И как ни странно, я взяла работу именно на купальнике. Сегодня мы весь день с вами летим из Лос-Анджелеса в Майами, вечером отдыхаем, а на следующий день у меня съёмка. Это довольно типично для клиентов – влетать девочку из другого города на съёмку. Мой клиент из Майами, и, видимо, они не нашли подходящих девочек в городе Майами, поэтому они предпочли оплатить мне самолёт, который не так уж и дорого стоит, из Лос-Анджелеса в Майами, взять мне отель на две ночи. То есть я прилечу, ночую, делаю съёмку, ночую и улетаю домой. Такое происходит регулярно. Девочки летают по всей Америке. Часто съёмки проходят в каком-то городе, где, в принципе, нет таких развитых модельных агентств. Например, Миллоки или Даллас. И девочки из Нью-Йорка, Майами или Лос-Анджелеса, где в основном восседают все модели, летят на съёмку, ночуют в отеле и летят домой. Самолёт будет переполнен, и мне сообщили, что Американ Аirlines больше не рассаживает своих пассажиров через одного, а сажает всех рядышком, как в старые добрые времена. Хотя ковид по-прежнему на месте, но, видимо, Американ Аirlines больше решили не экономить. Ура! Я на улице, можно дышать. Я в Майами. Влажно. Очень тут влажно. Вау, тропический климат. Прям как будто ты в аквариум вышел. Ну что, я приехала в отель. Отель букирует клиент, который тебя привозит. Так что я не представляю, что меня ждёт. Так что мы будем заходить вместе. Задача номер один по прибытию в отель. Натравить просто руки. Рум-тур, рум-тур. Довольно приятненько. Жить можно. Вот такая кровать. Вот такой видон. Вот он наш Майами. А вот и бассейн, который мне сказали открыт. Чрезвычайная новость. Я уже собралась. Нарядная, красивая. Потому что я должна была поехать в офис своего агентства в Майами, чтобы с ними поздороваться и поговорить за работу. Потому что мы с ними так давно уже не виделись. И они мне только что позвонили и сказали, что кто-то в офисе получил позитивный результат на ковид. Поэтому офис срочно распущен. И они все на карантине. И я не могу прийти с ними поздороваться. В общем, и в этой поездке мы с моим агентством не увидимся. Натас. Так что у меня куча свободного времени. И мне ничего не остаётся, кроме как идти гулять. С вами. Майами такой Майами. Зашла в местное кафе. Вот такой тут вайб. Вот такие зеркала. Винтажные диваны, стульчики. Заказываешь еду. Всё очень casual. It's the best place in Miami. Говорят, лучшее место в Майами. Вот так выставляют еду. А здесь заказываешь. Доброе утро. Лицо очень отёкшее. Не обращайте на меня внимания. После перелёта. Я крашусь сама. Сегодня перед съёмкой. Потому что в связи с ситуацией с ковидом. Сегодняшний клиент предпочёл не нанимать визажистов-парикмаферов. И попросить моделей накраситься. И зовица самим. Так что ждите шедевра. Не многие об этом знают. Но в лихие 90-е, 80-е модели, например, даже евангелиста, делали свой макияж и прическу сами. В те времена ещё не была так развита культура визажистов и парикмахеров. Поэтому да, все макияжи, которые вы видите на топ-моделях 90-х, на самом деле сделаны ими самими. И это очень интересно, как мы сейчас, грубо говоря, возвращаемся в эти времена. Потому что, ну, как ни странно, не все девочки умеют красиво накрутить локоны. И сейчас для модели это стало нормой делать свои волосы, их знать, владеть хоть каким-то более-менее базовым макияжем. На улице шторм. Вот это съёмка сегодня будет. Я приехала на локацию. Тут безумнейше красиво. Дождя почти нет. Почти нет. Думаю, справимся. Мы сейчас в месте, которое называется Кибискейн. Малюсенький полоостровочек, который соединён с материком буквально тонюсеньким хайвеем. В общем, тут прям невероятнейшая природа. Смотрите, какая тут живность. Смотрите, какие красавцы. Вообще не людей почти не боятся. Я вот, вот. Команда немножко переживает за погоду. Но пока что вроде всё не так плохо. Это всё члены нашей команды повсюду растыканы. Вот он наш вэн. Ещё один вэн. Столы. Думаю, что мы будем вокруг здесь где-то бегать в купальниках. Для модели принесли игрушки, полотенца, мячики. Шутка. Это понятно, конечно, для фотографий. Но мне нравится набор шляпки. Пикник-баскет. Это всё, видимо... О-о! Вот это меня пугает. Набор акваланкиста. А вот и упавший кокосик. Можно на завтрак его скушать. Визажист есть, барикмахер есть. Не знаю, как так получилось, что мне сказали, что не будет макияжа и прически. А он есть. Так что... Здрая красилась, здрая кудраялась с утра. Блин, лучше поспала. Засыпаю на прическе. Спала ужасно. Отель такой шумный. Но мы об этом не будем говорить никому. Вообще, одеяла не было. Какая-то дурацкая простыня. Я то мёрзла, то потела. Она, видно, синтетическая была какая-нибудь. Соседи что-то там всю ночь шумели. Короче, я в шоке. Сегодня нужно будет держаться молодцом. Не заснуть. В кадре. Говорят, торнадо идёт. Вся команда прячется в нашем вене, потому что на улице... Вам не видно, но там ураганище. И сейчас все советуются, что мы будем делать, если этот ураган не пройдёт. Съёмка отменяется. Что я буду делать? Команда решила подождать час. Вдруг распогодится. Я молюсь, чтобы распогодилась, потому что я не хочу, чтобы эта съёмка отменилась. Мы пока что будем краситься. Развлекаться. Я аж затопила. Всё. Ахтун. Вау! Смотрите, тут образовалось целое... Просто озеро. О боже, все бегут. Все... Что происходит? Я уже вообще не врубаюсь, что происходит. Пока все бегают, как угорелые по пляжу, и не понимают, что делать, я, пожалуй, пойду и поснимаю для вас павлинов. Потому что у меня нервы железные. Я много чего видела в жизни. Можно понаслаждаться моментом. И, да, получать максимальное удовольствие от всего трындеца, который происходит. Интересно, а эти павлины, как индюки, атакуют? Знаете, как в детстве за нами индюки бегали? Бабушки на деревне. Я думаю, может, близко не подходить. Но вот такие тут красивые павлины. Прям просто по парку гуляют, как ни в чём не бывало. Нас, кстати, везде сопровождает патрульная машина полицейских. Видите, вот он наш вэн, вот полицейские. Мне объяснили, что это такой закон в Майами. Если у вас такая выездная съёмка, вы обязаны нанять полицейского, чтобы он вас сопровождал. Я спросила их, мол, нам что-то угрожает. Они говорят, нет, просто такой закон. Полиция Майами на чеку. Меня вернули в мой наряд. Всё-таки попробуем поснимать в таких условиях. Сейчас я вам покажу безумие съёмки в таких погодных условиях. Наша модель в розовеньком. Вторая девочка сегодня из Бразилии. Клиент всё правильно рассчитал. Самые красивые девочки из России и Бразилии. Погода, в принципе, ничего. Дождь не идёт. Единственное, что ветрено и не солнечно. Но, в принципе, мне кажется, мы можем справиться. Единственное, что тут прямо рядом с моделью потоп. Никогда такого не видела. Океан плывёт на нас. Всё. Как крут. Пытаемся сдерживать воду, чтобы не затекло кадром. Работник парка говорит, что никогда в жизни такого не видел. Ну, классическая съёмка с Лизой. Что-то происходит, что никто никогда в жизни не видел. Ну что, ребят, вот и подошёл к концу наш съёмочный день. Немножко грустно, что мы не смогли закончить съёмку. Мы сняли ровно половину и отработали ровно полдня. Но мне всё равно безумно приятно, что клиент меня пригласил в такое красивейшее место, даже если погодка немножко не задалась. Это всё равно того стоило. Раз уж наша с вами съёмка закончилась так вскоре, я решила привезти вас на Майами Пич. Мы сейчас в том самом легендарном Майами Пиче. Мы будем с вами гулять, и я приведу вас в очень особенное место. И тут наш сюжет обретает неожиданный поворот. Сейчас начнётся часть видео, которая называется «Почему Лиза не любит Майами?» Поехали! Первое, дурацкие пластмассовые лежаки, как, не знаю, в Сочи у нас на Чёрном море. Они во всю длину пляжей, сейчас они собраны, но мне кажется, это супер неприкольные, вот эти пластмассовые, не знаю, лежаки, которые как будто коммерциализируют пляж и крадут всю красоту натуральной природы. Второе, сейчас это закрыто, но обычно это варианты нашей жареной кукурузы, жвачки, хренячки, сода. То же самое, на всю длину пляжа эти дурацкие вагончики, ларёчки, и тоже очень коммерциализируют. Я бы хотела видеть чистый пляж без вот этих всех дурацких банок, без пластмассовых лежаков, без ларьков. Такая красивая природа и застрана бюрократии. И, наконец, третье, но ни капли не маловажное, вечно цветущий океан. Сколько бы я раз здесь не бывала, постоянно вот эти водоросли, и весь пляж загажен, вода грязная, поэтому... Из плюсов, конечно же, цвет этой воды. Это по-настоящему лазурный берег. Вода светло-светло-зелёная, голубая, прозрачная, невероятно тёплая. Я очень скучаю по купанию именно в этом океане, только почему-то каждый раз когда лиза приезжает в Майами, начинается страшный ветер и полгучность. Субтитры добавил DimaTorzok Мы пришли в то самое легендарное место, которое я хотела вам показать. И вот парнишка стоит в правильной рубашке на входе. Она может вам подсказать, что здесь происходит. Это дом самого Версачи. В этом самом доме на этих самых ступеньках погиб, трагически был застрелен, Джанни Версачи, своим на то время любовником. Его прекрасный дом сохранён в том самом виде. Сейчас здесь находится роскошнейший отель и роскошный ресторан. Ресторан вы можете в меню посмотреть здесь. Немножко дорого, но абсолютно адекватно. А комнаты, как видите, в том самом стиле холлы всё оставлено в легендарном стиле Джанни. Видите, на решётках, кованых по-прежнему, медузы. Самый легендарный символ дома Версачи. Вот так дом выглядит сбоку. Там главная улица, где мы только что были, а это боковая часть дома. Вот такие дела, ребята. Легенда погибла, а дом стоит. Что меня ещё подбешивает в Майами, это то, что здесь кафе, как в дешёвых, каких-то турецких курортных местах стоят девочки. И когда ты мимо идёшь, они тебя истерически зазывают зайти, и это очень раздражает. И музыка всегда громко орёт, и кальян везде курят. Я немножко прогулялась, и я просто насквозь вся такая потная. Вам может быть через камеру не видно, и очень не солнечно, но душняк страшный. Тут очень-очень влажный климат, и ты моментально покрываешься такой испаренной, такой скользкой такой по всему телу и, в принципе, по лицу. И это такое стандартное ощущение в Майами. Ты всегда немножечко такой подпотевший, что тоже я не очень скучаю по этому ощущению, потому что я живу в Л.А. и был очень-очень сухой климат, поэтому таких проблем там не бывает. Ну что, дорогие друзья, вот и закончилось наше с вами путешествие в Майами. Я уже в аэропорту, готова лететь домой. Надеюсь, вам очень это видео понравилось. Я старалась. Лайкайте это видео, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующем путешествии. Субтитры сделал DimaTorzok